На Вологодщине продолжается формирование бессмертного полка. В этой всероссийской акции может принять участие каждый и записать своего деда или прадеда в полк. Напомню, девиз акции – они должны идти по бедным строям в любые времена. В акции принимают участие уже 35 городов, а в списках Вологодского бессмертного полка уже больше 100 человек. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вологодщине включились, с каждым днем становится все больше и больше записавших своих родственников в бессмертный полк. Утро у меня начинается со звонка, и стоит положить трубку, следующий звонок, и так весь день. Елена, первый этап акции – запиши деда в полк. А вообще можно ли записывать не деда, а прадеда, например? Название «запиши деда в полк» – оно условное. Конечно, можно записывать и отцов, записывают и бабушек, и мам, и прадедушек. А вот как составить текст? Насколько он должен быть художественный, или это должны быть просто факты биографии? Самые интересные тексты получаются, когда человек рассказывает то, что он… Так, как он рассказывал бы своим знакомым или друзьям. То есть живые какие-то истории, какие-то воспоминания о дедушке, об отце, или, может быть, то, что он рассказывал. Ну и если есть возможность рассказать о наградах, конечно, тоже это в текст можно включать и нужно. А насколько нужны при этом какие-нибудь документы? Ведь у многих не осталось ничего, кроме воспоминаний об устных как раз рассказах, которые подчас напоминают уже практически легенды. То есть они ничем не подтверждены документально. Если нет подтверждений, так и пишите. «Дедушка мне рассказывал, я слышала от мамы то-то, то-то». Если есть какие-то документы, такое тоже бывает, их можно подгрузить в конец текста. Там есть вкладка «Медиа», нажимаем кнопочку, и эти документы появятся у нас в конце текста. А можно ли записать в Вологодский бессмертный полк жителя другого города, например? То есть если вот не Вологжанин, Вологодский полк, это только в Вологжане обязательно должны быть или нет? Ну, звонят и из районов нашей области, Грязовец, Сокол, у них нет, например, своего бессмертного полка, они хотят записать в Вологодский, конечно, записывайте. Если вы живете в Вологде, но ваш прадед или дед воевал в другом месте, тоже можно записать. Вот, и кроме того, хочется обратиться с такой просьбой, может быть, к каким-то организациям, если у вас есть возможность помочь нам подгружать вот эти фотографии, активировать, пожалуйста, звоните нам по телефону 72-82-06, потому что уже сейчас приходят люди, и я думаю, что их будет больше и больше, и мне просто одной будет физически не справиться. Я думаю, что у вас, безусловно, найдутся помощники. Хорошо, а что дальше? Вот до 9 мая формируется бессмертный полк, дальше? 9 мая будет каре на площади во время Парада Победы, и все, кто записал или не успел записать своего деда, отца, бабушку в бессмертный полк, сможет вывести их на этот Парад Победы. Мы разместим информацию о том, как сделать штендеры с фотографиями отца, деда, бабушки, и с ними уже можно будет выйти на этот Парад Победы. Но это будет уже следующий этап. И опять же, если у кого-то есть возможность изготавливать пластиковые штендеры, звоните, потому что мы ищем тех, кто поможет нам в этом. Я думаю, что, конечно, помощники должны найтись обязательно. Я напомню, телефон, по которому можно получить любую консультацию или информацию относительно участия в акции 72-82-06, а сайт проекта «Бессмертный полк» – мойполк.ру. Спасибо, Елена. Я уверена, что Вологодский «Бессмертный полк» будет многочисленным. Спасибо вам. И я напомню, у нас в студии была комиссар «Бессмертного полка» Вологды Елена Смиренникова. Присоединяйтесь к акции. Они должны идти по бедным строям в любые времена.